Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовал видео, на котором Кадыров толкает и тянет внедорожник. Ролик появился в соцсетях у Мара Даудова. На кадрах видно, как благодаря усилиям Кадырова машина двигается с места. Видео подписано фразой «Собаки лают, караван идет». Примечательно, что прибегать к нелепым демонстрациям силы Кадырову, о плохом состоянии которого давно ходят слухи, пришлось дважды за последнее время. Недавно его помощники показали видео из спортзала, где Кадыров усердно тренируется. А последнее видео с внедорожником появилось после кадров главы Чечни на инаугурации Путина, где он с трудом поднимается по ступенькам и даже куртку снять не смог без посторонней помощи. Также на церемонии видно раздутый живот чеченского лидера. Сам Рамзан всячески демонстрирует, что он здоров, считает украинский журналист Роман Цымбалюк. Вроде говорит, что и в Одессу он хочет, и в Харьков он хочет, но по лестнице с трудом поднимается. Но кадры с инаугурации Путина настолько подогрели слухи о плохом самочувствии Кадырова, что даже рост пропаганда активно включилась опровергать их. Чтобы доказать, что Рамзан здоров, главреду Russia Today Маргарите Симонян пришлось даже щупать бицепс главы Чечни. Сегодня на инаугурации я стояла рядом с Кадыровым. Он мне дал бицепс свой потрогать, потому что там какие-то телеграм-каналы пишут, что он что-то болеет. Ничего он не болеет. Дай бог всем такой бицепс и такой пышащий здоровьем румять. А муж Ольги Скобеевой Евгений Попов организовал включение Рамзана в своем ток-шоу. Спасибо вам большое, Рамзан Ахматч. Рады вас видеть в добром здравии. А то пишут в телеграммчиках всякое, но тем не менее, видим, что все это ерунда. Напомним, новая газета «Европа» 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова. По данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы. А после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться. В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-компанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке. Продолжение следует...